Друзья, всем привет! Меня зовут Виктор Павленко, вы на моем канале. Я закончил профессиональную карьеру баскетболиста и сейчас баскетбольный блогер. И сегодня я бы хотел поговорить с вами и рассказать о баскетбольном клубе «Московский». Я бы даже сказал о империи московского. Мы побываем на тренировке у ребят, я накину вам несколько инсайдов, потому что я восстановился от травмы и мне же нужно играть в баскетбол, как-то поддерживать себя в форме. Поехали! Ребят, основатель БК «Московский» Эмин Антонян. Привет, Эмин! Привет, Вить! У нас здесь сейчас будет тренировка, мы будем рассказать о БК «Московский», об империи БК «Московский». Но сначала Эмин сказал, что у меня есть сюрприз, потому что скоро я буду тоже дебютировать за эту команду. С терпением ждем дебюта! Все, давай! Время пришло до подарков. Эмин, мерч БК «Московский», даже в Суперлигах нет такого УИЗМА, как команда «Мерч». А здесь в любительской команде свой мерч. Откуда такая вообще идея? И давай, расскажи, откуда идея, а потом мы перейдем к распаковке. Не, ну идея базовая. Мы стараемся, хоть и на любителя, но быть профессиональным. Поэтому хочется и много разного мерча, хочется и, соответственно, еще подхода к тренировкам, к витаминкам, к восстановлению. Я думаю, даже у всех команд Суперлиги есть геймрейт, чтобы мы могли восстанавливать. Мерч еще сделаем каталог, будем еще работать на продажу. Тем, кому нравится. А где, может, будет купить? Ну, мы сделаем в интернете, будет мини-интернет-магазин. И, собственно, можно даже немного заносить. Планируем еще сделать коллаборацию с отделом «Мерч». А потом, а Виктор Павлянки будет это все носить. Коробку по взаимствованию у люксовых брендов. Они вот в таких коробочках обычно дают подарки. Мешок московский. Туда мы все используем. Я правильно понимаю, что московский равно качество? Да. По крайней мере, мы очень стараемся. И будем улучшать его. Уже понимаем, где еще можно улучшиться. Где что нужно доработать. Отлично. Мы начали с самых козырей. Это «Бомбер». БК московский. Где вы такого еще увидели? Шесть звездочек. Это шесть чемпионских титулов. Да, кстати, это в UBA и в ММВЛ. Три там, три там. Три в ММВЛ лиги, три в ВИЗ. Кудак. Кудак. БК московский. Это две футболки. Важная деталь в лиге UBA. И обращает внимание на стиль. И можно приходить на игры в таком. Да? Это же самая главная идея была. Я сам с удовольствием нашел шорты для такой повседневной носки. Ну, для летнего кубка, наверное. Не играйте, а просто ходите. Ну, понятно, да. Но чтобы летом, приходить на игры можно. Ребят, наводим порядок. И мы обязательно в Инстаграме разыграем несколько вещей из мерча БК Московский. В Инстаграм все условия будут там. Поэтому бегом туда. Поехали дальше на тренировку БК Московский. Я приодетый. Почти уже дебютировал. Но я очень красив. Эймин, у меня будет много вопросов. Ты основатель БК Московского. Как все зародилось? Слушай, зародилось давным-давно. Первый год у нас команда вообще называлась странное название «Конверс Тоник». Год поиграли и через год поговорили с Сашей Егоровым уже. Он первый год вместе с Сашей Кирилловым основал московскую команду. Она у них называлась так, потому что поселок городского типа Московский. Их финансировал тогда. И после этого, по сути, произошло объединение двух команд. Московская и «Конверс Тоник». Мы «Конверсом» поглотили их, но название забрали. Ну, потому что название такое было. Больше для людей, кто любит активный отдых. А мы любим активный спорт, а не отдых. Так и получился Московский. И вот после этого там уже давным-давно вышли все ребята, кто изначально был. Остался я один. И Московский так покатился, покатился. И вот уже 12 лет катится. Как попасть в команду? Слушай, у нас в команду по большей части попадают или по моему прямому приглашению ребята, или приводят друзья друзей, как это часто бывает. Ну, например, там, условно, Драмир Зибиров привел там трех-четырех ребят и так далее. Но все друг друга знают. Как правило, к нам попадают бывшие профессионалы. То есть за редким исключением, когда бывают вот эти небывшие профессионалы, это кто-то опять-таки из наших игроков говорит, Слушай, у нас там в МГУ есть хороший студент, не знаю, в Малахове есть хороший студент. Давай посмотрим его к нам. Итак, мы зовем на тренировку, если химия совпадает с обеих сторон. Важно, чтобы игроку было комфортно с нами, потому что у нас своя специфика. Вышел с бани, со стороны, чуть-чуть много зажатости, каждый сам хочет решить. Давай распрекрасимся, подвигаем, и все, нас его пойдет. Защита. А главное, защита. Это достаточно требовательное для любительских команд. Мы договоримся с ребятами, и они становятся частью клуба. Алексей Михайлович. Сколько можно тренироваться? Пора домой уже. Ладно, мы сегодня рассказываем о БК Московском. Сколько ты уже в этой команде лет? Лет 13-12. Тебе сколько лет? 28. Леха, тебе 37 лет? 8. 38 лет, и ты тренер в дюбл, в юношеской команде МБА. Откуда еще столько прыти? Ты почти каждый тур в ЕБА лучший игрок. Да не знаю, все как-то вот есть, силушка есть, так что играем. Хорошо, на рыбалку ходишь? Никогда. Я закончил с это после видео. Ах, погодка хорошая сегодня. Байдарочников нету. Чувствую, поймаем сегодня. Обожаю рыбалку перед тренировкой. Аж душа радуется. Ох. И еще хочу отметить, не буду вам присылать скрины, но на каждую игру Эмин присылает скаутский отчет о команде соперников. Я с интересом посмотрю. Скоро уже буду применять, конечно, на себе. Я присылал видеоотчет сокращенно. Еще есть у нас прямо углубленный аналитик. Этим ты занимаешься? Нет, это у меня специально люди, которые отдельно наняты на работу скаутингом. Два разных человека, которые занимаются этим. Мы точно в любительской лиге играем? Ну, я же вначале сказал, когда сверчем, мы стараемся профессионально подходить ко всему. То есть у нас есть детально разбитая вся игра по всем показателям и в нападении, и в защите наших соперников. БК Московский, я считаю, что это даже, знаешь, не то, что любительская команда, а это полупрофессиональная, поллюбительская команда. Ну, посмотри сам. Да, это еще сегодня далеко не полный состав. Летом так это вообще игроки ВТБ, игроки Суперлиги лучшие собираются. Каждый вторник, четверг устраиваем жаришку здесь, катаем баскет. Я не знаю, как давно вы проигрывали, там, счет 43-0, несколько сезонов не проигрывали. Главный вопрос от подписчиков, когда проиграет БК Московский? Слушай, я тебе скажу так, что, ну, я играю, наверное, лет 6 уже в любительской лиге, ну, в плане в любительских лигах летом. И за последнее время уровень очень сильно вырос. И с каждым годом любительская лига UBA, да, она набирает обороты и становится как можно больше хороших команд, больше профессионалов приходит играть. И поэтому конкуренция, она есть, но я думаю, что со временем кто-то и должен сместить. Ну, я, видишь, первый год с ребятами, а у них уже победная серия давно тянется, поэтому рано или поздно должно оборваться. Но я надеюсь, мы побьем какой-то, может, рекорд от любительской лиги без поражений. Что тут за бытого? Надеюсь, не в этом сезоне, потому что я скоро уже тоже дебютирую. Удачи нам в сезоне. Давай, да. И, Мин, правда, что игроки получают в команде зарплату? Или как это все устроено? Это самый популярный вопрос, который задает все 12 лет, что мы существуем. Смотри, я изначально клуб строил по принципу, что за игру никто денег не должен получать, потому что это была достаточно принципиальная позиция с годами. Когда я начал сам иметь больший доход, я, естественно, хотел ребят поощрять, особенно тех, кто много лет играл за бесплатно и, собственно, не смотрел на сторону. Хотя были те, кто ушел, естественно, их нельзя в этом ни в том случае винить, потому что у каждого свои приоритеты в жизни. Но сейчас, действительно, последние годы у нас есть такая история, что ребята получают премиальные, и премиальные – это достаточно солидные, но нужно показать спортивный результат. Как я всегда говорю, просто так, деньги давать смысла нет никакого. Это благодарность и поощрение за соответствующую форму и соответствующий итоговый баскетбольный результат. Глеб Горосименко, он закончил свою профессиональную карьеру. Прошлый сезон играл в БКУ «Фимец», разрывал там всех, когда все ушли. Остался лидером единственным. И с Виталиком Ионовым еще навалил. А сейчас закончил карьеру. Не скучаешь по профессиональному спорту? По профессиональному спорту не скучаю. Здесь, в принципе, баскета хватает, две тренировки в неделю, плюс каждое воскресенье у нас битва, так что все нормально. Короче, есть такая тема, что если выступить в БК Московской суперлиге, то в плей-офф точно выйдем. Я думаю, да, как минимум, в плей-офф выйдем, еще и поборемся за медальки. И отдачи по всезону, давай. Эмин, как ты еще помогаешь парням в своей команде? Слушай, ну тут подход простой. Я многих ребят знал задолго до этого, потому что сам на улицах начинал играть в баскетбол, знал там характер, кто на что способен и так далее. Поэтому у меня, в принципе, к ребятам, кому достаточно теплые отношения, и я понимаю, какие они люди по своему устройству, я им даю возможность социализироваться. То есть, что я под этим подразумевал? Потому что это очень сложный переход от профессионального игрока, когда ты закончил, и ты в большинстве случаев никому не нужен. И, к сожалению, у нас система такая спорта, во всех видах спорта. Поэтому я ребятам даю шанс, устраиваю на работу в разных направлениях абсолютно. Много ребят у меня ходят учиться, кто там какое-то нормальное образование получал, идет на доп. образование, кто идет на MBA. Я всем из своих личных средств оплачиваю образование это. То есть, и они получают опыт работы хорошей. И если они начинают тянуть действительно по работе, они там становятся штатными сотрудниками в разных бизнесах, которые есть у меня. И, собственно, так получают продолжение после баскетбольной жизни, когда могут быть полноценные ячейки общества и не заботиться о своем доходе. Но здесь самое важное, чтобы у них был правильный подход. У меня достаточно жесткий принцип. Это не так, что волшебной палочкой махнул. У меня были неудачные опыты. Мы с тобой этих людей знаем тоже, кто пришли. Но не проявили себя никак, не показали рвения к работе. Но и были действительно сокращены. Те, кто приходят, учатся. То есть, вся платформа есть. Есть возможность обучаться. Есть возможность для них за бесплатно, за мой счет, получить доп. образование. И дальше социализироваться. Я рад, что у меня есть такая возможность. Действительно, людям помогать. Есть и ребята, которые работают у меня по 6-7 лет уже. Паша Александров, бессменный лидер БК Московский. Ты сейчас чем занимаешься? Я сейчас занимаюсь любимым делом в данный момент. А так, работаю в Virtus.pro в организации. Работал с игроками Dota. Разнообразил свою спортивную карьеру. Чем-то начал заниматься новым. Съездил в Америку, в Дубай. Но все на турнирах. Ну, как бы интересно, да. Скучаешь по профессиональному спорту? Немножко, возможно, да. Но тут все ребята в команде, все тоже бывшие профессионалы. Как бывших профессионалов не бывает. И атмосфера такая, что находишься в профессиональной команде. Мне так кажется, вот такое мое мнение. Короче, продлило вот это чувство профессионального спорта. Да, продлевается, да. Удачно. Спасибо. Кроме клуба, есть еще Академия АМС. Как ты к этому пришел и тяжело ли это тоже все содержать или как это все происходит? Слушай, ну я к этому пришел постепенно. Я на самом деле достаточно много лет разным людям, не буду называть, потому что не люблю там огласки, помогал в проведении детских турниров, помогал конкретно финансами. И был, собственно, рад, что я могу чем-то помочь этим людям в организации детских турниров как в Москве, так и в других регионах. И как-то постепенно мы разговаривали, когда с Сашей Милосердовым, мы вдвоем с ним, и втроем, на самом деле, и с Аликом Сигиряном, пришли к мысли, что неплохо было бы детей учить действительно мастерам, кто разбирается в баскетболе хорошо. Не как зачастую в наших с дюшорах, теперь с шорох, набирают ребят, кто просто профессионал не пробился, ему работать негде. И его первый тренер из этой же спортшколы взял на работу. А действительно мастеровит там ребятам, которые понимают и могут действительно дельные вещи подсказать. Таким человеком был для нас Саша Милосердов, который должен был и по изначальному плану и тренеров набирать, и в школы ходить. Ну, собственно, этот план реализовываем. Ковид нам сильно подпортер, конечно, потому что большая пауза, директора школ стали не такие сговорчивые в эту тему. Но мы, тем не менее, работаем и стараемся давать и работу ребятам, которые действительно дельны. У нас в МС Академии работает Макс Захаров, работает Илюха Подобедов сейчас, в свое время работал Костя Бабынин, Серега Строилов работал. То есть все наши ребята знакомые, кого мы точно знаем, что они не подведут и будут качественно тренировать, найдут контакт с детьми и имеют действительно уже опыт этой работы, что тоже важно. А у кого нет этого опыта работы, мы приставляем к Саше и к другим тренерам, и они постепенно получают эти навыки. Делаем форму для ребят из школ, соответственно, стараемся делать выезды. Вот первый выезд сделали в этом году, летом. Ну, потихоньку-потихоньку стараемся развивать. Понятно, что идет не все так хотелось, не теми темпами. Но, к сожалению, ковид, потом еще разные политические ситуации нам чуть-чуть сбили темп. Но, тем не менее, мы свою задачу видим, как возможность детям дать действительно профессиональный подход и как людям дать работу этот тренерам. Сейчас как раз-таки мы отправимся в МС Академия и посмотрим, как ребята тренируются под руководством Макса Захарова и Илюхи Подобедова. Эмин, спасибо за такой крутой рассказ. БК Московский, империя БК Московского, Лига ЮБИА, приходите каждое воскресенье. И смотрите влоги лучшего влогера России. Да, спасибо, Эмин. Я не пропускаю, я реально смотрю, без привлечения. Респект, все, спасибо. Друзья, у баскетбольного клуба Московский есть еще своя баскетбольная академия, АМС Академия. Тренировки Академии проходят в общеобразовательных школах. Детишки разделены на две группы. 7-10 лет и 11-14 лет. Тренировки проходят в 67-й школе на Кутузовском проспекте и в 14-40, которая находится здесь, на Крылатских холмах. Сегодня мы побываем на тренировке у ребят и пообщаемся с тренерами этой Академии. Поехали. Важно. В нашей школе есть психолог. Хей, хей. Ну, погнали. Макс Захаров, главный тренер АМС. Мой товарищ, мы с ним вместе играли за АМБА, а сейчас он тренер. Мы оба закончили карьеру, но он выглядит намного лучше. Макс, ты закончил 4 года назад? 3 года назад. Как ты дошел до того, что ты стал тренером? Слушай, пытался много чем заниматься, наверное, и все-таки чем я занимался большую часть жизни взял верх и пришлось вернуться, с чего начинал. У тебя папа тренер? Да, у меня и мама тренер. Да, у тебя вся семья, да, в вариантов мало. Вся семья баскетбольная. Вот каково тебе тренировать детей? Слушай, это интересно. Это, наверное, чем меня и зацепило, во-первых, это интересно. Ты здесь и сам себя тренируешь в первую очередь, и что ты пытаешься дать детям, чему ты научился сам на протяжении всей карьеры. Чем быстрее ты наладишь дисциплину, тем быстрее идет прогресс. И все, очень простая математика. Когда дети начинают слушать, они начинают делать, и все, спокойно работаешь. Мы вернулись вот с тренировки в Московскую. Как ты себя, у тебя столько дел, как ты успеваешь себя держать в такой хорошей форме, и каждый тур в UBA ты MVP? Слушай, ну, если было каждый, я бы радовался, наверное, да. К сожалению, бывают внешние силы, которые мешают. Да стараемся, поддерживаем форму, никак не отпускает баскетбол, не могу забыть это. И хочется бегать, хочется показывать, и не хочется бегать мешком, как минимум. Так что приходится держать себя в форме. Планы на будущее в тренерской работе? Слушай, ну, планы грандиозные, не будем их раскрывать, да, а то не сбудется. Вот, хотя я не суверенный. Но, в принципе, хотел бы добиться на этом поприще чего-то нового. Но, в первую очередь, добиться от своего ребенка, развить его в полной мере в этом направлении, это, конечно, основная ситуация. И как-то развиваться самому. Я слышал, что вы еще будете открывать отделение. Вот это тоже задача, правильно? Да, да, это одна из новых задач, которую мы пытаемся. Вот, Илья Подобедов, мы начали не так давно сотрудничать. То есть, хотелось бы и найти ему новую школу, и чтобы у нас был уже больше охват людей. Также проводить мероприятия спортивные между собой, турнирочки, эстафеты и все такое. Слушай, у детишек спрашивал, кто их любимый баскетболист. Как ты думаешь, что они ответили? Сереж, у меня вопрос очень важный. Как тебе тренерский штаб? Мне очень нравится. Да, отлично. Кто больше нравится, Илья или Максим? Ну, если честно, больше Максим. Мне кажется, что они оба хороши. Ну, они оба хороши, не сравнить. Не сравнить? Да. Потому что и Максим преподает хорошо, и второй тренер тоже. А второго тренера как зовут? Я забыла, потому что он недавно пришел. Мне они очень нравятся. Кто больше? Они мне нравятся очень одинаково, потому что Максим Андреевич, он больше по технике, а Илья, он очень веселый. А, он преподает веселье? Ну, и баскетбол, но он и преподает баскетбол хорошо, и он еще очень веселый. Но это самое главное в баскетболе? Нет. А что самое главное в баскетболе? Техника? Да. А Илюха веселый? Ну, да, тоже нравится. Активно участвует в тренировочном процессе? Да, да, да. А трюки показывает какими? Ну, да, да, показывает. Я видел мяч на пальце, показывает, крутит. Твои тренеры смогут так сделать из тебя, крутого баскетболиста? Да. Я занимаюсь уже два года и вижу свой прогресс. Я сделал очень огромный скачок вверх. Если раньше я не мог закинуть трехочковый, то после... Забросить? Да. То я после летних каникул, упорных тренировок, я спокойно забрасываю теперь. Я раньше добрасывать не мог, но сейчас забрасываю. Важный вопрос. Что нужно сделать, чтобы российский баскетбол был популярным? Ну, наверное, не знаю, стать хорошим игроком российским и играть. То есть все зависит от игроков? От сборной еще, от тренеров. Ну, в сборную как попасть? Тренироваться очень хорошо. Нужны упорные тренировки из года в год. Что нужно сделать, чтобы российский баскетбол стал популярным в стране? Ну, надо посильнее тренировать маленьких игроков. И тогда они вырастут и будут очень хорошо играть. Например, как Майкл Джордан или Брон Джеймс. Что нужно сделать, чтобы российский баскетбол был популярным? Я не знаю. Видимо, ничего? Видимо, ничего. Нужно тренироваться упорно. Узнавать больше чего многого. Больше чего? Баскетбола. Введений. Броски. Да. И всякое другое. Всякое разное, да? Да. Хорошо. Твой любимый баскетболист? Мой любимый баскетболист – это тренера Максим и Илья. Сразу понятно, что ты будешь играть в основной команде. Твой любимый игрок? У меня их много, но самый любимый – это Максим Андреевич. Идеальный ответ. Ты тоже будешь играть в основе. Спасибо. Пожалуйста. Ставьте лайки. А подписаться нужно на канал? Обязательно. Илюха Подобедов, тренер АМС Академии. Недавно он был профессиональным игроком. Да? Да. Ну каково тебе стать тренером и перестроиться? Тяжело? Да нет, все довольно-таки быстро произошло. Дружелюбная компания, все было супер. И переход из профессионалов в тренеры прошел успешно и быстро. Почему ты принял решение завершить карьеру? Думаю, что стоит говорить. Я по секрету на ушко сказал, что ты просто разочаровался в российском баскетболе. А я у детишек спрашиваю, что нужно сделать, чтобы российский баскетбол стал популярным. Они не отвечают, что нужно упорно тренироваться. Нужны упорные тренировки из года в год. Да. Видимо, ты здесь и нужен, чтобы упорно их тренировать? Да, я здесь нужен, чтобы их упорно тренировать. Я себя поймал на мысль, что я разговариваю с ребенком тоже. Вот детишек тяжело тренировать? Это должно быть призвание тренера? Да, это должно быть призвание. Но главное, не знаю, не обращать внимания на их капризы. Объяснять довольно-таки удобно, чтобы они понимали. И быть на их волне. Ты строгий тренер? Я нет. К сожалению? Нет, к сожалению. У нас строгий Макс. Хорошо, детишки сказали, что ты самый веселый тренер в их жизни. Супер. Так и должно быть? Так и должно быть. Удачи тебе на новом поприще. Спасибо. Друзья, это был выпуск о БК Московском. Обязательно ставьте лайки. И если этот выпуск наберет 300 лайков, то я сниму влог о том, как я дебютирую за БК Московский в Лигу UBA. С вами был Виктор Пи. Витек. Увидимся в следующем выпуске. Надеюсь, лайки будут. Я дебютирую все-таки.